Рыбалка по-корейски Это как раз то сообщество, о котором я говорил в начале нашей программы. Игорь с единомышленниками создали группу и форум, в которых они делятся секретами рыбалки. Скажу пару слов о Игоре. Это удивительно открытый и веселый человек. У него на все случаи жизни припасены истории, и он ими с удовольствием делится. Я в какой-то момент спросил у него, Игорь, а если кто-то из наших телезрителей напишет тебе и попросит показать хорошие места для рыбалки? Он ответил, с удовольствием. Дерзайте, друзья! За разговором я и не заметил, как мы уехали достаточно далеко от города. Вот так вот свернуть с трассы и поехать по этой дороге не удастся. Тут либо на внедорожнике, либо пешком. У Игоря специально для рыбалки вот такой вот железный конь. Как и обещал, Игорь привез меня на самое лучшее место. Сомнения пропали, когда в небе мы увидели вот это. Ну, значит, сегодня мне точно повезет. За чего начинается рыбалка? Рыбалка начинается со сверления лунки. Сколько там лед примерно? Ну, я думаю, полметра. Будем смотреть. Поехали. Найти подходящую лунку нам удалось не с первой попытки. Сделав это, мы взялись за снасти. И Игорь показал мне, как пользоваться удочкой. Вот так вот играем. Есть целая масса способов игры. У каждого свое. Какое лучше, никто не знает. То есть тут еще даже... Лучше, наверное, тот, при которого села рыба первая. Нужно играть мормышкой как-то по-определенному. Но я надеюсь, что сейчас клюнет кто-нибудь на мою игру. И долго вот так вот сидеть можно? Часов шесть посидеть. Ни одной поклевки не будет, да? Интерес какой вообще шесть часов вот так просидеть и ничего не поймать? Ну, наверное, никакого интереса особенного нету. Меркантильного уж точно, там, в вылове рыбы, в большой массе и т.д. А то, что находишься наедине с собой... Удовольствие. Удовольствие, в нирване, природа, никого нету. Это очень хорошо. Давай, подавай. Че, клюет, что ли? Да, клюет, давай. Давай, давай, давай. Ай, как красавец, я не могу. Вишня не достает, говорит. Яс, первый, яс. Если рыба попадется больше, чем эта лунка. Были случаи, делается все очень просто. Начинаешь кричать, собирать людей, которые вокруг, хватаешь ее рукой в лунке и ждешь, пока люди подбегут. А если там щука? За жабру держишь. Я так поймал леща на 2 кг. В такую лунку, я его выслал, естественно, его достать туда не мог. Но мне помогали мужики. Вместе поймали, вместе уху варили. Клюет, Витя, давай. Опа! Вот он, красавец. Ура! Ура, ура. Ура. Дни, проведенные в Карелии, стали незабываемыми. Теперь я никогда не смогу сказать, что я никогда не ловил рыбу зимой. Ел медвежатину, катался на собачьих упряжках, варил настоящее варенье. Видел кижи с собственными глазами. Скорее покупайте билеты и в путь, друзья. И эти постоянные «никогда» будут все реже появляться в вашем лексиконе. Как видите, рыбалка в Карелии меня увлекла. А я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, полегче, парень. Редактор субтитров А.Семкин